С 2020 года и по октябрь 2022 в бюджет Кыргызстана поступило 7 миллиардов 800 миллионов сомов от борьбы с коррупцией. Только вот коррупции, по мнению кыргызстанцев, в стране меньше не стало. Об этом свидетельствуют результаты онлайн-опроса. Граждане не считают, что у нас коррупция стала меньше. И этот же опрос показывает, что уровень доверия государственным органам, она тоже не повысилась. Единственное, кому сегодня доверяют респонденты, я не буду говорить вообще о народе в целом, да, именно респонденты. Это вот президенту, 26% респондентов сказали, что в нашей стране только президент на сегодняшний день ведет такую борьбу с коррупцией. И 16% ответили, что это господин Ташиев, ОКМК ведет такую борьбу с коррупцией. Этот же опрос включал себя и в вопрос к респондентам, как вы будете вносить свой вклад в борьбу с коррупцией. Потому что борьба с коррупцией не может вестись только со стороны государства. Важно, чтобы и общество прилагало усилия. Роль каждого кыргызстанца в искоренении этого зла вполне проста. Личное соблюдение законов и требования от остальных, чтобы их соблюдали тоже. Миссию показать обществу, как оно может бороться с коррупцией, взял на себя антикоррупционный деловой совет. Была организована встреча с гражданскими активистами. Путем диалога выработали план. По итогам сегодняшнего заседания будет подписан меморандум между общественными организациями. Где будет определено, где мы будем вместе сотрудничать, где будем приложить общие усилия. Ну и гражданский сектор хочет принять свое обращение к президенту. По итогам заседания эти два документа будут подписаны и будут переданы президенту. Вы знаете, что у нас сегодня гражданское общество имеет свободу слова. То есть они говорят на всех площадках, где они замечают коррупцию. В соцсетях идет, скажем, разоблачение, невзирая на должности и так далее. Но с другой стороны, мы знаем, что когда создается коррупционная практика, коррупционная схема, вместе с ним создается система защиты коррупции. И когда гражданское общество разоблачает, показывает, но он никак не может достигнуть результатов. Почему? Потому что там стоит хорошая такая слаженная система защиты коррупционных схем. Лучшим рецептом о защите коррупционных схем в гражданском обществе считают элементарную открытость. Чем больше данных в свободном доступе и чем выше подотчетность власти перед народом, тем сложнее и совершить, и спрятать коррупцию. Мы с помощью наших украинских коллег смогли создать аналитический инструмент, модуль, который находится в открытом доступе в интернете, который анализирует все государственные закупки Кыргызской республики в онлайн, в прямом режиме. То есть получается ежедневно за ночь обновляются данные в этом аналитическом модуле. И мы эти данные берем открыто из государственного портала государственных закупок. И данный модуль, он помогает как журналистам, так и гражданскому обществу мониторить системные ошибки, системные коррупционные схемы, которые есть в государственных закупках. На данный момент мы ведем обучение гражданского общества и журналистов о том, как пользоваться этим аналитическим модулем. До недавнего времени сфера государственных закупок была одной из самых коррумпированных в Кыргызстане. И сейчас ситуация изменилась, и во многом благодаря таким вот попыткам сделать эту область открытой для общественности. Но на сегодняшний день у гражданских активистов есть опасения относительно нового портала госзакупок. Он в тестовом режиме начнет использоваться уже в январе следующего года. И специалисты боятся, что обновленный портал лишит их возможности мониторить госзакупки. «Хотелось бы, чтобы в план АДС мы могли бы включить такие вещи, как продолжать цифровизацию, как наш президент говорил, о том, что нужно цифровизацию поддерживать. Мы тоже поддерживая вот это направление, хотим, чтобы все данные, которые есть в государственных органах, они цифровизировались, и они были открытыми и прозрачными, чтобы народ мог мониторить». Свои рецепты у гражданского общества есть и по устранению коррупции судебной системы. Суд присяжных – вот что избавит служителей Фемиды от пристрастности и привычки выносить решения за деньги. Что же касается сферы здравоохранения, то пациентам необходимо для начала узнать свои права, чтобы не платить за то, что государство обязано и так предоставлять бесплатно. «Мне кажется, в судебной системе нужно суд присяжных уже применять, и это дало бы какое-то снижение коррупционных составляющих в этой системе. И вот исследование показало гендерокоррупции, показало, что очень высокая коррупция в системе здравоохранения. Я могу подтвердить это. К сожалению, бороться очень сложно, потому что и врачи, и сама система не понимают интересы и права пациентов. И пациенты тоже не понимают своих прав. И там это проблема». Есть и общие рекомендации гражданского сектора по устранению коррупции. Сводятся они в основном к методу кнута и усиления наказания. «Ужесточение санкций, ужесточение мер против коррупционеров. То есть граждане у нас на сегодня считают, что все-таки у нас коррупционеры имеют очень много возможностей избежать наказания. Что в целом, как бы, очень чисто морально, психологически плохо отражается на граждан, скажем так. И поэтому у них такое возникает впечатление, что никто вообще с коррупцией не борется. Вот первое. И второе, то, что они сказали, это повышение доверия. И вот сегодня гражданский сектор говорит, что мы готовы работать с государственными органами. Не надо государственным органам бояться общественных организаций. Потому что на сегодняшний день мы видим, что государственные органы не очень охотно идут на взаимодействие с гражданским сектором. Это надо отметить. Для того, чтобы гражданское общество могло ввести эффективную борьбу с коррупцией, в его участии в этом процессе должна быть заинтересована власть. Власть, государство обязано создать условия и механизмы для осуществления гражданами защиты своих прав и интересов.